Здравствуйте! В эфире новый сезон программы «Открытый урок». В этом выпуске подробнее познакомимся с технологией дебатов, пообщаемся с почетным гражданином Щелковского района Алексеем Шмелевым. Как всегда, послушаем детей в рубрике «Особое мнение», а также представим новую рубрику «Вспоминая школу». Уже во второй раз Центр Юнармеец принимает участников открытого форума по дебатам. Теперь фестиваль ораторов стал еще масштабнее, а многие ребята из нашего района уже приобрели опыт в искусстве убеждать. Ну что ж, давайте оценим мастерство юных дебатеров. Второй форум, 4 дня и новый опыт. Всего учиться дебатам приехали 111 школьников, вместе с юторами и экспертами 158 участников. Торжественное открытие привлекает множество почетных гостей, но не грамма официальной атмосферы. Многие встречаются как старые знакомые. И особо приветствуют уже полюбившуюся команду экспертов во главе с Сергеем Наумовым, сооснователем движения дебатов в России в 90-е годы, кандидатом политических наук, имеющим колоссальный опыт дебатирования. А в рядах зрительного зала не только щелковские школьники. У нас несколько школ, которые достаточно активно занимаются дебатами. И очень важно сегодня мы в гости к себе принимаем другие территории. Такие как Авантеевка, Люберц, из Санкт-Петербурга у нас есть команды. У нас есть тренеры, не команды, к сожалению, команды не приехали, но тренеры из Прибалтики, из Таганрога. То есть это достаточно широкая география. Для нас это очень важно. Мы этому уделяем внимание. И очень приятно, что этот форум приживается потихонечку в Щелковском муниципальном районе. И надеемся, что он станет уважаемой площадкой на территории не только Московской области, но и Российской Федерации. Школьники удобно рассаживаются в актовом зале центра «Юнармеец» и начинается. Как всегда, сперва для ребят показательная игра от экспертов. Интригующая тема, которая звучит как «Девушкам не место в дебатах», увлекает спикеров и зрителей, но прежде всего напоминает об основных правилах дебатирования. Образовательные дебаты. Их задача, с одной стороны, уметь подготовиться к теме. И есть особая технология подготовки к теме. Важно подготовить свои собственные речи, подготовить вопросы за и против той или иной точки зрения и представить результаты подготовки на дебаты. При этом побеждать должны не наиболее яркие или демагогичные спикеры, а побеждать должны прежде всего те, которые могут изложить свои мысли в максимально доступной и понятной форме для аудитории. И вот уже самим ребятам не терпится попробовать свои силы, ведь каждый точно знает, для чего приехал на этот форум. Это очень хороший опыт, то, что это заставляет тебя выходить из твоей зоны комфорта, то, что ты начинаешь мыслить быстрее и думать, что ты говоришь. Я всегда наслаждалась процессом спора, процессом какого-то обсуждения, дискуссии, беседы, дебат, если хотите. То есть это действительно моя среда, это то, что мне нравится делать, это то, что я хочу делать, это то, с чем будет связана моя профессия. Но прежде чем ребята приступят к отборочным раундам, они должны изучить все тонкости всемирного формата школьных дебатов. Мастер-классы и практические советы от тренеров, разбор ошибок и типичных примеров, факультативные занятия – все это помогает сориентироваться. В этом году появились факультативы, то есть на которые ты сам записываешься, ты сам выбираешь какие-то нужные тебе вещи, какие-то, возможно, у тебя есть пробелы в чем-то, слабости, и ты можешь их сам как-то заполнить. У меня был факультатив логических ошибок в данный момент. Мы даем им теоретические определенные знания, которые им нужны, чтобы дебатировать и чтобы вообще правильно понимать формат и то, чем они занимаются. Во-вторых, это идет большая интерактивная и практическая составляющая, через которую они, во-первых, между собой социализируются, во-вторых, мы более четко определяем их возможности, их какие-то недоработки и тот потенциал, который они могут в себе развить. И от теории к практике. Когда, как говорится, на руках все карты, можно сыграть. Все участники разделены на команды, в каждой по три спикера. Отборочные раунды проходят в течение двух дней. И здесь уже каждый может показать, чему научился. Мы собираемся командой, включаем мозг, пытаемся договориться, предлагаем идеи. Если мы можем сами же опровергать этот аргумент, который мы предлагаем, то мы его выкидываем, потому что его нет смысла брать. Мы пытаемся найти сильные стороны и раскрыть их, и чтобы убедить людей в том, что именно мы и правы. Что было бы, если бы не наступила революция 2017 года? Революция толкнула нашу страну вперед. Но мы бы добились вот этого прогресса и улучшения качества жизни и без революции. Стабильная экономика и многие социальные благи начали устанавливаться спустя лишь долгое-долгое время. И в итоге, когда все вот эти факторы внешние, которые могут мешать, заканчиваются, у нас начинается нормальное решение многих и большинства социально-экономических проблем. То есть эти 50-е, 60-е. Здесь мы уже, условно говоря, большевики могут как-то вернуться и спокойно начать решать экономические проблемы, не отвлекаясь на какие-то фанты. Сотни произнесенных речей и определяются две лучшие команды, утверждение и отрицание, которые встретятся в финале. День Икс проходит ненапряженно, а празднично, ведь итоги работы форума всегда положительны. Ребята обогатились новыми знаниями, провели время в теплой дружеской атмосфере и, главное, научились убеждать. В самом начале игры вы заявили, что религия – личное дело каждого, само собой. Никто и не заставлял людей толку не идти в церковь и молиться, нет. Но большинство населения России, до революционной России, было именно православным. Пришла революция, стали разрушать церкви. Каждому стали навязывать атеистическую точку зрения. Мне кажется, что это неправильно. Что было бы сильнее? Была бы церковь или госпиталь, который бы действительно лечил людей. Тема финальной игры – утверждение о том, что последствия революции 1917 года отрицательно сказались на современной России. По очереди команды приводят убедительные доводы в защиту или опровержение позиции. В этой схватке сильнее оказывается сторона утверждения. В составе Веры Сотниковой из Щелковской 4-й школы, Артура Мустафина из Щелковской школы номер 10 и Марии Козловой из Питерской гимназии номер 42. Однако труд и старания каждого отмечены на этом форуме. Заслуженные награды получают лучшие школы и десятка самых талантливых спикеров, эксперты и все те, кто дал жизнь открытому форуму по дебатам «Щелково-2016», у которого будет продолжение. Ребята вновь встретятся на базе лагеря «Юнармеец» весной. Программа продолжит рубрика «Особое мнение». Напоминаем, в ней мы интересуемся мнением школьников и дошколят насчет самых разных вопросов. В ноябре в нашей стране отмечают День матери, и мы решили спросить у ребят о самом дорогом человеке. У моей мамы такие черные красивые волосы, длинные. Голубоглазые, с белыми светлыми волосами. И прекрасные золотые глаза. Ну, для меня они всегда светятся, даже лучше, чем солнышко. Моя мама для меня золотая. Она добрая, нежная. Любимая. Прекрасная. Хорошая. Трудолюбивая. Еще она ласковая. Она рожает ребеночка. Моя мама, она самая лучшая на свете, и я хочу сказать, что такой мамы, как моя мама, наверное, нет нигде. В ней сочетаются все самые лучшие качества человека. Она всегда меня поддержит в трудную минуту, успокоит, если нужно, поможет. Она очень много для меня сделала. Она меня воспитала. Она, даже если я буду вести себя плохо, она все равно меня простит. Всегда меня поймет, всегда поддержит. Я считаю, что это самый важный человек в моей жизни. У нее есть не только ее внешняя красота, но еще и внутренняя. Теплота, доброта. У мамы для меня самые хорошие в мире. Женщина. День матери – это значит, что мама отдыхает, а дети трудятся. И еще дети делают хорошие, приятные поступки маме. Пока мама спит, надо надуть шарики и приготовить подарок. Обычно мы делаем какие-то сюрпризики. Мы делаем карту, и мама по ней ищет подарок. Мы берем все домашние обязанности на себя. Если попросят, помогу пылесосить, еще и читаю. Помогаю ей протирать пыль. Ну, мою полы, например. Мы стираем вещи, мою посуду. Я встаю рано, готовлю маме завтрак. Торт обычный с папой печем. На скопленные деньги, там, цветы, конфеты, какой-нибудь обязательно небольшой презент. Мы с папой покупаем мороженое или термос. Ты увидел маму без подарков, подарил ей цветы, открытку, сердечки, ее имя и мама. А папа маме дарит, ну, там, например, сережки, цветы, на цветах записку. Любимая, дорогая Танечка, я тебя люблю от всего сердца. Папа постоянно маму поздравляет, целует, все за нее делает. Вчера ночью с папой вставали и написали мне вам перед нашим балконом, что наша мама самая лучшая. Говорю маме, что я ее люблю. Ну, я говорю маме, я тебя люблю практически каждый день. И в этот день эти слова особенно ярко и тепло ей говорю. Поздравляю тебя, моя любимая мама. Вот этот праздник поздравляю маме удачу, чтобы у нее работа поскорее закончилась. Потому что у нее тензалка, мама, она там трудится, чтобы было здоровье, не было много забот. Чтобы никогда с ребеночком не было беды, всегда было все хорошо. Чтобы с ней ничего не было и чтобы она была здоровой. Чтобы она сама была красивая и умная. Всегда была такой же заботливой, веселой, милой. Ну и, конечно же, чтобы она побольше радовалась. Чтобы мы с отцом никогда ее не огорчали и все у нее в жизни было лучшим образом. И чтобы всегда была рядом с нами. И мы тебе будем всегда помогать. Ты самая лучшая и замечательная мама на земле. Мы маму очень сильно любим и благодарны за эту заботу, тепло. И самое главное, за то, что мама дала нам жизнь. Я бы хотела, чтобы моя мама знала о том, как сильно я ее люблю. Просто я боюсь ей об этом говорить. Мы не всегда это говорим своим родителям. Но я ее очень ценю и люблю. И желаю ей только счастья. До недавнего времени в нашем районе было 14 почетных граждан. Но не так давно в ряду людей, заслуживших славу своими делами, прибавилось. Наконец, в их число попал человек из сферы образования. И это герой нашей сегодняшней рубрики «Личность образования» и директор детской музыкальной школы Алексей Шмелев, с которым мы сейчас пообщаемся. Лучшим баянистом. Вот так вот. И лучшим преподавателем. Когда музыка – это продолжение твоих мыслей, стиль и смысл жизни. На фотографии юный Алеша Шмелев. Чкаловский мальчишка, как он сам себя называет, вырос в поющей семье. Родители, хоть музыкантами и не были, сына решили отдать учиться в ту самую музыкальную школу, которой он сейчас руководит. Сначала ко мне приезжал преподаватель из Зевантеевки. Я даже помню, как его зовут, Леонид Григорьевич. И год со мной занимался баянием. И после этого он сказал, что этому мальчику надо учиться. Большая музыкальная школа, она действительно в то время была очень большой, знаменитой и в Московской области, и в Щелково. Как я потом уже знал, так когда мальчишек-то было, естественно, не знал. Поступить туда было очень сложно. Играл на баянии, ведь этот инструмент – душа народа. Получалось хорошо и стал готовиться к поступлению в музыкальное училище. Отучившись 8 классов, Алексей Шмелев стал студентом Пушкинского музыкального училища. Впоследствии окончил Московский университет культуры и искусств. В то время появилась страсть к дирижированию, которая присутствует в жизни до сих пор. Дирижер руководит многими людьми. Когда с оркестром встречаешься, когда с профессионалами или сейчас с детишками, допустим. Это знание других инструментов, это умение видеть партитуру оркестра. Все вот те произведения, которые мы играем с оркестром, эти партитуры делаю я. Потому что я знаю куда, что, я слышу это. Это очень интересно. После института Алексею Шмелеву довелось поработать преподавателем в УЗИ, но к родной музыкалке тянуло всегда. В качестве завуча Алексей Алексеевич переступил порог детской музыкальной школы в 1982 году. С 1984 по сей день он ее директор. Эта школа меня многому научила. Работать с детьми серьезно, это целая большая наука. Я попал в замечательный коллектив творческих людей, которые знают путь к сердцу ребенка, к пальчикам ребенка и как бы просто профессора в этом деле. Алексей Алексеевич, он очень надежный друг. К каждому преподавателю у нас относятся очень хорошо. Просто прекрасный музыкант и педагог очень хороший. И я могу сказать, что его любят и дети, и коллеги, и его подчиненные, и в общем-то и в администрации. Такое впечатление, что вот он такой вот у нас любимый и незаменимый. Алексей Шмелев не просто руководитель. Прежде всего он педагог. Под его началом работает оркестр баянистов, аккордеонистов, ансамбль гитаристов. Он обучает ребят игре на гитаре. Повторяем первую циклу. Молодец, молодец, молодец. Очень люблю заниматься на гитаре с Алексеем Алексеевичем. И мне нравится с ним заниматься. Он мне дает песни, и я их играю. Очень любит шутить. Дает всегда мне, когда я ухожу, конфеты всякие. Любовь, доброта, безусловно. Только это. Ну, если ты еще владеешь, конечно, профессиональными приемами игры на том или ином инструменте, это так важно, это так нужно. Но без доброты, без любви, без подхода к детям, без игры с ними ничего не получится. От них получаешь очень много. Когда они к тебе бегут, когда они тебе руку протягивают, так, к своему другу, вот, это, это дорогого стоит. С музыкальной школой связана действительно вся жизнь. Здесь же он встретил будущую супругу. Ольга Ильинична, преподаватель по классу фортепиано. Вместе музыканты уже больше 25 лет. Встретились мы на педсовете в 1982 году. 1 сентября был педсовет. Я пришла работать в эту школу. Увидела замечательного такого молодого человека. Он был очень внимательный, очень заботливый, такой настойчивый. Я бы сказала, замечательный совершенно человек. Казался мой муж. Семья увлекается путешествиями. Еще одна страсть директора музыкальной школы – рыбалка. Сейчас у Шмелевых взрослый сын, два внука. Нет никого важнее близких. Но можно сказать, что школа для Алексея Алексеевича стала настоящей второй семьей. И каждый ребенок в ней, как родной. Еще больше почувствовал он эту ответственность, получив звание почетного гражданина Щелковского района. Ведь прежде всего это признание заслуг на работе. А значит, нужно продолжать трудиться. Продолжать выполнять свои задачи. Чтобы школа оставалась школой. Чтобы она не распалась. Чтобы она не превратилась в кружки. Чтобы она не превратилась в халтуру. Очень важная задача – это сохранить коллектив. Добросовестным надо быть. Честным, не врать. Без музыки, конечно, не жизнь. Это точно. Вилажно. Если уровень без занимания. Может, выES. Наверное. Вилажно. В clarify. В заключение. Вismo. Возвращение. В음. Виажно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надежда Владимировна, расскажите о времени вашей учебы в школе. Может, какой-то случай запомнился на всю жизнь и отпечатался в памяти? Вы знаете, Наташа, очень замечательно вы эту рубьюку вводите. Как раз в этом году у нас с моими одноклассниками было 35 лет с того времени, как мы закончили школу. Я училась в Монине, в Монинской школе номер 2. У нас был достаточно дружный класс. Когда были пионерами, мы были объединены в тимуровские отряды. И в этих тимуровских отрядах мы ходили к ветеранам, помогали им. Я вспоминаю одну из семью очень уважаемых ветеранов, которые сказали, Ой, ребятки, нет, давайте вы не будете копать, давайте не будем. Мы же должны что-то делать, а давайте вы будете пить чай. И наша тимуровская работа, она заканчивалась тем, что уважаемые ветераны, они пекли нам большой пирог, ставили самовар и мы пили чай. Такая была помощь. Одна бабушка была, которой мы помогали, она действительно нуждалась в помощи. У нее, наверное, был очень большой недостаток общения. Она всегда говорила, ребят, а можно вас попросить в рамках тимуровской работы поиграть со мной в карты? И тогда мы где-то тоже лет по 11-12, я помню, что мы вот то время, которое было отведено, мы быстренько чистили снег, а потом садились и с этой бабулечкой играли в карты. Когда это началось уже более такой возраст, будем говорить, подростковый и дальше, мы уже не хотели встречать Новый год вместе с родителями. Мы организовывали встречу Нового года одной из наших девочек. Была свободная у тети квартира, и мы встречали Новый год там все вместе. Я помню, что ребята пришли и принесли несколько бутылок такого шипучего вина. Но мы были очень правильные. Мы вдвоем с двумя девочками заперлись в ванну и вылили все это вино в унитаз. Ребята стучали, кричали, мы говорили, нет, это нельзя, это неправильно, все были пьяные, вылили это вино. Ну, а мальчишкам, я помню, это был уже 10 класс, и мы решили, что мы возьмем, ну, какой подарок сделать на 23 февраля? Давайте мы им подарим альбом, в который вклеим наши фотографии. И вот мы решили сделать фотографию одних девчонок. Для этого мы пытались их выгнать из класса, ну, повыгоняли почти всех, стали делать фотографии. Я тогда занималась фотографией. Ну, мы не знаем, когда Володька Волков успел войти в класс, и у нас вот есть такая фотография, где у нас все девочки нашего класса, и позади Володя Волков. Знаете, это тоже со школьных времен. Я помню, что мы готовились к последнему звонку, наверное. И нас с подругой мамой послали покупать цветы на последний звонок. Мы выходим и встречаем ребят знакомых из нашего класса, вот парень. Ну, и такие, знаете, вот ребята, которые есть, такая категория ребят, такие местные, такие хулиганы. Ну, куда девчонки идете? Мы будем цветы, а мы пойдем сейчас покупать. Напасаем звонок. Вы покупать за цветами, это вообще позорище. Пойдемте с нами, у нас целый Стахановский под боком. Мы сейчас нарвем цветов, там цветов немерено. Ну, пойдемте. Мы гуляли, это был уже вечер, мы гуляли, значит, по Стаханскому, разговаривали. Ребята с таким опломбом хулиганским подходили, не, ну, это цветы нехорошие, там собака злая, там еще что-то. Короче, наступила ночь. Мы все гуляем, цветов у нас нет. Купить мы их уже не можем, потому что они уже не продаются. Завтра последний звонок. И потом они говорят, ладно, девчонки, давайте так. Мы вас сейчас здесь вот на шухере посадим под елку. Мы пойдем в тот дом, кажется, там хорошие цветы. Нас посадили под какую-то елку. Темнота, естественно, никаких ни телефонов, ни сотовых, ничего нет. Мы с подругой сидим. Две отличницы, я с одной четверкой школы, а нас с одной четверкой школы заканчивают. Часов у нас тоже нет. Сколько мы сидели под этой елкой, непонятно. Но я говорю, Марина, ты знаешь, мне кажется, этот шухер никогда не закончится уже. Вот, и вдруг мы слышим какой-то шорох. Я говорю, ты хоть свистеть-то умеешь. Она говорит, ну давай вместе попробуем. Мы начали подсвистывать. Ребята подошли и говорят, ну все, давайте, выходите. Нарвали каких-то цветов. Но когда мы подошли к нашему двору, мы поняли, что время уже 3 час ночи. И по нашему двору бегают наши мамы, которые, взявшись за руки, уже бежали в милицию заявлять. Куда делались их дочки, которых они послали за цветами на последний звонок. Потом мы встречаемся на следующий день. Она говорит, ну я-то сразу, еще около подъезда эти цветы ворну вымасу. Я говорю, а я-то домой принесла. И мне этими цветами там дома и попало. Может быть, где-то это истыдно за свои поступки бывает. Один парень из нашего класса, он очень обидел девочку. И мы, девчонки, решили, что такие обиды спускать нельзя. Мы собрались, поймали его и схлестали крапивой. Руки, лицо. Нас потом, конечно, очень сильно ругали и говорили, как можно быть такими жестокими. На тот момент нам казалось, что нас торжествовала справедливость. И мы схлестали его крапивой. Поэтому, если сейчас он слышит меня, я прошу прощения. Наверное, мы были не правы. С вами была Наталья Медведева. Вы смотрели программу «Открытый урок». Вместе с нами следите за важными событиями в районном образовании. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова